Имя Твое, да принято святое, да будет воля Твоя, Яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный, да начнёт вниз, и оставит нам долги наши, Яко жим, и оставляем должником нашим, и не видит нас во искушение, но избавит нас от лука, Господи, благослови наше занятие, умудри нас, Господи, Твоей мудростью, дай нам усвоить Слово Твое в истине, не уклоняясь ни влево, ни вправо, пребудь с нами до конца. Тебе слава, высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки, веков, аминь. Ну, сразу хочу просить прощения, мне сегодня сделал брат, что я плохо читал Евангелие, действительно, я читал его скверно, так что простите Христа ради, и прошу простить за то, что я, когда я на тебя практически не готовился, и на двух предыдущих занятиях тоже не был. По сведениям от брата Игоря Борящего, вы прошли десять стихов восьмой главы послания апостола Павла, первое послание апостола Павла Коринфянам. Озвучим этот десятый стих, с него еще начнем, продолжим это занятие с Божьей помощью и нашими общими усилиями. И с помощью, конечно, от святелок Табалгарского, всех святых, чью помощь и призываем. Первое калифянам, восьмая глава, десятый стих. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? Вопрос. Какое толкование приводит феофилог болгарский? То есть, если кто-нибудь слабый, увидит тебя, как ты называешь себя совершенного, едящим из идоложертвенное, то не найдет ли он большего повода к тому, чтобы и самому есть идоложертвенное? И не более ли еще утвердиться? Это значит расположить. Слово такое из стиха. В имении, что, в мнении, что идол есть нечто. То есть, он может расположиться во мнении, будет считать, что идол есть нечто собою. Ибо не зная твоей мысли, с какой ты это делаешь, он без сомнения подсчет твой поступок увещеванием. То есть, человек, который сидит в капище, он знает, что идол это ничто, и поэтому он принимает идоложертвенную пищу, потому что от этой пищи он таким образом как бы не оскорняется. Но подает соблазн, потому что этот человек не знает, что он имеет в виду это знание, что он имеет это знание о том, что идол не есть что-то такое, что может являть собой, заместить Бога. Поэтому, конечно, дальше мы и читаем продолжение этой мысли в 11 стихе. «И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос». Таким образом, толкование дальше. Таким образом, совершенство твое будет причиной погибели другого, и при том слабого, и такого, за которого Христос умер. Встает вопрос о совершенстве, и тогда твое это, если ты в своем знании надмиваешься, что ты знаешь, и принимаешь идоложертвенную пищу, зная о том, что брат твой, он не имеет этого знания, не думает об идоле так же, как ты. И потому ты должен знать об этом, думать о своем брате, который может соблазниться. И тогда ты будешь совершенным. А если ты не думаешь об этом, то совершенство твое есть ничто. «Если же Христос не отказался и умереть за него, за этого слабого, немощного брата твоего, как же тебе не воздержаться от язв, чтобы он не соблазнился твоей пищей?» Говорит Златоуст. У кого-то были? Ну, мы знаем, что Слово Божие живое и действие во все времена, поэтому мы всегда должны применить вот эти слова, эти стихи, они написаны для нас, не только к Коринфянам, это послание апостола Павла, но к нам оно написано. Поэтому из своей жизни мы должны вспомнить примеры, когда, может быть, мы соблазнили кого-то, или были были соблазняемы кем-то. И как мы вышли из этой ситуации? Не припомните таких ситуаций? Ну, я помню, у нас был брат, был бывший брат наш, Алексей, который ушел потом, фамилию забыл, напомните. Крестился, который снимал, да? Да, 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 да. Нет, нет, нет. Он как раз был отлучаем за то, что участвовал в принятии идола жертвенном. Он был у этих кришнаитов и там принял, съел яблоко, что ли, там, которое было принесено в жертву этому Кришне. Так что вот такой случай был в нашей общине тоже. Ну, потом, конечно, он с самого начала, я с ним когда общался, видел, что духовное повреждение у него было глубокое, и, к сожалению, он из этого повреждения не смог выйти, несмотря на пособие, которое было оказываемо ему со стороны братьев и сестер. Мы о нем молились и увещевали его, но так вот вышло, что он ушел от нас. Еременко, Алексей Еременко. Двенадцатый стих. «А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа». Интересно говорить о совести. То есть, совесть есть у того, который считает, что идолы есть ничто, и она, эта совесть такая, ну, совершенная совесть, да. А вот совесть этого немощного брата, она немощная. То есть, он считает, может почитать этого идола за нечто, то есть, как бы за Бога. Поэтому может соблазниться. «А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вот о немощной совести говорит, вы согрешаете против Христа». Почему? Потому что Христос умер за этого немощного брата. «Не сказал, соблазняя, но уязвляя, дабы показать жестокость их, когда они уязвляют и слабую совесть. На самый же верх преступления возвел этот грех, когда сказал, согрешаете против Христа». В каком же смысле этот грех совершается против Христа? Не в одном, а именно. Христос усвояет делаемое рабам Его себе, уязвляемые суть Его тела и члены. Они разрушают то, что Он совершил через собственное заклание, то есть спасение. У кого возникают вопросы, какие-то мысли, пожалуйста, сразу поднимайте руку. Да, брат? Я могу пример только не седой, а привести просто пример, например. Я, например, был раньше в этом очень слабо. Например, я видел брат более совершенный, от которого даже я родился духовно. Я вижу, например, он на благовестие, как сказать, такой тепло-хладный, не идет. Я думаю, а кто я такой? Что он такое дерзновение не имеет, идет. Ну, там бывает, что когда идет, когда не идет. И я на этом уже тоже соблазнился. Тут не о пещере. Вот даже простой пример, что очень важно, если ты для человека кого-то служишь примером, поэтому и все должны знать, ты должен всегда эту, как говорится, как там называется, рамку. Удержать планку, да? Планку вот удержать всегда, чтобы другому немощному брату не подать соблаз к преткновению, к падению. То есть ты должен, наоборот, подавать ему, например, в духовном росте, вот как Инахилович, у нас наставник. Он всегда дает повод, чтобы человек духовно возрастал, чтобы в подражании. Да? 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 У меня такой же случай был. И именно с пищей в лагере. И я вот забыла, а сейчас Владимир стал рассказывать, и я вдруг вспомнила, что да, у нас был такой случай, что мы на костре печем картошку. И у нас двое мальчиков, один из них был мой внук Максим, Стефан, у нас в лагере был. И Игнатий Тихонович для него придумал диету, которую он назвал «Галатийская диета». Это прям конкретно для него, для нашего Степла. Он был полненький, у него щечки такие прямо пухленькие-пухленькие. И Игнатий Тихонович говорит, один нос только чуть-чуть торчит, а весь заплыл, лицо-то все заплыло. И вот он прямо страдал, что вот он такой у нас полненький, Игнатий Тихонович. И однажды утром, это мы уже провели... Степа-то не страдал? Нет, Степа от этого не страдал. И вот утром приезжает Игнатий Тихонович, это после двух дней нашего пребывания в лагере. Степа, Игнатий Тихонович приезжает утром рано, еще прямо до завтрака, еще даже до того, он обычно приезжает в одно и то же время, а это пораньше приехал. И я смотрю, он такой прямо радостный. Велосипед ставит и сразу ко мне. «Нина, я молился сегодня ночью вставал, и мне Господь открыл вот такую диету, галатийскую назовем ее так. И рассказывает, что была в галате, был голод, и то-то, то-то. И вот как они выживали. Да, такой был. И вот для него диета. Эта диета была конкретно вымолена Игнатием Тихоновичем для моего внука. И она укрепилась, эта диета. И первое время этой диеты я маленько уклонилась от того, что я хотела сказать. Ее у меня просили много. И даже пошла за границу, вот в Германии, из Германии, вернулась сюда, к нам в Россию, пошла на восток. И у меня все спрашивали, как это, что это за диета такая. Это действительно очень хорошая диета. Она связана не с голодом, но крепко надо потрудиться над собой. Это в каждый прием пищи два сухаря на выбор. Я вот давала миску такую с сухарями, и ребенок выбирает два сухаря и кружку чая. Ему этого достаточно. И вот на сколько хватит терпения. Вот у меня Степа был 20 дней, но я отвлеклась от самого главного. И вот эти ребята, еще один мальчик согласился, я тоже хочу. И вот они вдвоем. А тот мальчик был издалека, из города. Не важно. Не важно. И вот он пошли, когда они на этот костер, а они же голодные, они-то жили там только на сухарях, а там картошка печеная. И они наелись этой картошки там. Их рвало. Ну, плохо было. А у нас же там остается. И на утро мы подаем ребятам на стол. И в тот день, почему-то они утром не съели эту картошку, она осталась. Игнат Тихонович говорит, кто не успел доесть, оставляйте. Мы ее потом в обед доедим. А я видела, что ребятишки так уже плохо, вот мои-то. Плохо им. Я взяла, когда я убирала со стола, и вот эту картошку я сначала ее оставила, протерла все и оставила ее. А потом, вот знаете, вот без попутов. И я хожу, а в самой все мысли, так ему так плохо, он после сухарей наелся этих. А сейчас он будет доедать то, что он не съел, а он не съел свою картошку. Ему будет еще хуже. Я собрала эту картошку и в печку и сожгла. Господи, помилуй меня. Я ее сожгла. Потом, ну сразу, когда пришли, я думала, что да никто и не хватится про эту картошку. Но с меня ее спросили. И когда с меня спросили ее, а я говорю, я ее сожгла. А как это сожгла? Ну, ребятам же плохо уже с этой картошки. Со мной не стали разборки тут водить. Это было позже потом. В моей келье это уже отдельно была со мной беседа. Но я поняла, какой я соблазн подала. У нас была Анна, Яшина мама из Красноярска, которая. И она говорит, Нина Александровна сожгла. Этот адамант верный. Вы знаете, для меня это было все. Что меня, что мне пришлось отчитываться, какие я слышала в мой адрес, что я услышала. Меня это так не поразило, меня это не убивало. Я, и мы помолились, все. И мне столько горя и страданий не принесло, как вот эти всего лишь. И это адамант веры. Я поняла, что я, какое я в нее вселила вот это вот колебание. А она, видимо, так обо мне думала, чего я грешная и недостойна. Я не такой адамант, о котором она думала. я до сих пор это вот страдаю от этого. Ну, я уже тоже вспомнил случай, о котором я уже рассказывал, но не грех будет и повторить его, потому что это посвестие того поступка, который я совершил, и я их сейчас пожинаю, потому что соблазн я подал дочери своей. когда я специально возил пищу в пост для своей дочери, учившейся еще в начальной школе, и ребята пошли в столовую, и я оставил ее кормить в классе. Кормлю ее, а ребята раньше времени вернулись. Она сидит у меня в платке, кушает. Когда я услышал, что она возвращается, я сдернул с нее платок. Ну, вот этого достаточно было, чтобы уже вселить в нее вот этот вот честь сомнения, недоверия, и так ли все это, нужно ли все это соблюдать. Поэтому и сейчас я пожинаю это, потому что в отношении к платку оно остается ну, таким слабым, теплохладным, скажем так. Поэтому насколько мы должны следить все время за собой, чтобы не подать соблазна нашим ближним, о которых мы молимся, о которых потом думаем, почему они не приходят, почему они уклоняются, почему они теплохладные. Господи помимо Я думаю, что у каждого припомнится какой-то такой момент, когда мы соблазнялись и соблазнили кого-то. Ну, а соблазнялись-то каждый из нас соблазнялся. Я могу сказать, что соблазнялся и Игнать Тихоновичи, рассуждая вот так, а потом оказывалось, что это совсем по-другому и приходилось каяться об этом. Поэтому прежде чем соблазниться или начинай соблазняться по размыслию вначале, и во всяком случае не распространяй свое неустоявшееся мнение, в котором ты, кажется, соблазнился, в котором ты, вроде как, убежден. помолись крепко и да еще не один раз, да с поклонами и дай Господи чтобы умудрить меня и чтобы этот соблазн устранился от Тебя. Вот тогда это будет правильный поступок, это правильное будет поведение. То есть мы можем как соблазняемым быть, так и соблазнять. И то, и другое для нас может быть чреватым. Чреватым последствиями такими, что можем уклониться от спасения даже. Если мы соблазняясь в брате своем, можем похурить и Духа Святого. Отчего устраняет Господь нас? Тринадцатый стих. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Толкование. Как отличный учитель собственным примером доказывает то, о чем говорит. И не сказал, если соблазняет справедливо, но как бы то ни было. Не сказал также, не буду есть идоложертвенного, но вообще мясо, хотя бы оно было дозволено. Не сказал опять, в один или в два дня, но во всю жизнь свою, ибо это значит вовек. Не сказал наконец, чтобы не погубить, но только чтобы не соблазнить. Часто Игорь Тихонович обвиняет в том, что да ты постоянно говоришь только о себе, только о себе и рассказываешь. Но о ком он должен говорить? Если вокруг нет другого примера, естественно, приходится ему так же говорить, как апостолу Павлу, который говорит о себе, что я вот хвалюсь, но хвалюсь потому, что я лучше буду хвалиться своими немощами. А это тоже говорит о немощах своих. Более всех потрудился. Более всех потрудился, говорит апостол Павел. Поэтому, когда мы говорим о себе, то, конечно, зная одновременно, что все мы несовершенны. Один только Господь наш совершен. И говоря о своих достоинствах, нужно помнить всегда о своих недостатках и о своем несовершенстве. Совершенство наше может быть только в наших мечтах, не только мечтах, а в нашем постоянном действии. Мечты, которые должны постоянно воплощаться. Вера наша, она действенная должна быть. Тогда она будет подтверждаема делами нашими. Тогда мы будем продвигаться к этому совершенству, которое поставлено для нас. Будьте совершенны, как Отец ваш совершен есть, призывает нас Иисус Христос. То есть, это не достижимое для нас совершенство. Оно достижимо только с божественной помощью. Ну вот, восьмая глава закончена. Есть вопросы по главе, по стихам, отдельному, конкретному, какому-то вопросы и свои размышления по святым отцам, прочитанным каким-то книгам толкования святых отцов на это послание апостола Павла Коринфянам. Нет? Переходим дальше? Да. В следующей главе. Глава девятая. Первое послание апостола Павла Коринфянам. Первый стих. Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Вот такой стих. А апостол Павел видел Иисуса Христа? Когда он нашел и слышал голос, но не видел. Я думаю, что и видел. Он не был так, как другие апостолы рядом с Юним, Бог обок не жил. Восхищен когда? Нет, он никогда. В Писании нет ни одного места, где бы было сказано, что апостол Павел встречался со Христом. Никогда. Он только в духе, слышал голос, только в духе был. Слышал голос. А встречаться до третьего неба когда? А там где было сказано, что он воплоти Христа в человеческом еще. Он естественно с ним не встречался. Это все знают. Да, но так важно вот этот вопрос, что он говорит. Я более потрудился, но поскольку я не ходил, доверие-то было каким апостолам? Петру? Так. К Якову? Ну, я вам скажу, вот в начале рука, потом разговор. Так, у кого есть рука? Не вижу. Руки уже сразу все спрятались. Ну, я верю, что есть рассуждения не совсем правильные. Если бы он не видел, то не было бы такой формулировки вопроса. Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? А ответ сам за себя напрашивается. Значит, видел. Значит, видел. Потому что, когда он видел, ну, можно предполагать, что во время вознесения, когда он до третьего неба был вознесен, видел, потому что там он общался с ним наверняка, и поэтому вопрос такой, формулировка, иначе вопрос по-другому был бы сформулирован. А Господь это свет, а он свет такой видел, когда слеп? Ну, это уже, так сказать, это косвенно. В духе. Естественно, физическими очами он его, ну, как оно-то там было, мы можем довериться только, потому что апостол Павел задает такой вопрос, ответ один, однозначен, видел. Не видел ли я? Значит, видел. Не апостол ли я? Апостолом? Конечно, апостол. И дальше, не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Конечно, видел. Не мое ли дело вы в Господе? Конечно. На все три вопроса в одном стихе ответ один да и аминь. Толкование. сказав, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо, дабы кто не почел его отче славным и самохвальным, вынужден наконец объявить, что воздерживался и от дозволенного, чтобы не соблазнить кого-нибудь. Тогда, как Христос заповедал проповеднику Евангелия питаться от Евангелия, Лука 10, 7, то есть за счет получаемых. А я, говорит, лучше решился истаивать от голода и ничего не брать от вас, но работать своими руками и питаться своими трудами. Мы знаем, что апостол Павел своими руками от своих рук питался, потому что шил палатки и имел прибытик, доход имел, который его питал. Ибо, как кажется, были у них некоторые учители богатые, пользовавшиеся честью за то, что учили безвозмездно и тем старались пристыдить Павла. Уразумев это, он, как я сказал, не хотел кормиться за счет своих учеников, хотя и имел на это право. А почему? Какое право? Где говорится в Священном Писании о том, что он имел права? Я не помню, место послужили, если вам духовно, то вам почему не послужить нам телесно? Не помню. Да, это правильно. А потом не заграждать куста вола молодящего. Это еще из Ветхого Завета. Так что несколько мест Священного Писания говорят о том, что трудящиеся на Божественной Ниве священники и апостолы, они достойны пропитания. Поэтому он говорит об этом. Хотя я имел на это право. Так говорит, я веду себя, а вы не воздерживаетесь и от идола жертвенного. Такова вообще мысль этого места, которую он раскрывает в нескольких стихах. Впрочем, рассмотрим и порознь каждое из лечений. Первый вопрос. Не апостол ли я? Чтобы кто-нибудь не сказал, тебе нельзя брать, поэтому ты и не берешь. Как? Говорит. Как? Разве прочие апостолы не берут? Да, скажешь. Что же? Разве я не апостол? То есть такой же, как они. Не свободен ли я? Второй вопрос. То есть никто не возбраняет мне брать. Чтобы не сказали опять, прочие апостолы важнее тебя, потому что видели Господа. Говорит. Не видел ли я Иисуса Христа Господа нашего? Ибо после всех явился и мне как некоему извергу. Первое Коринфяна 15, 8. Явился мне, говорит апостол Павел. Так что это подтверждает, вот как раз ответ на этот вопрос. Не видел ли я Иисуса Христа Господа нашего? И 1 Коринфянам 15 глава 8 говорит. Ибо после всех явился мне, как некоему извергу. А быть самовидцем Христа было действительно великим преимуществом. Ибо сам он говорил, блаженны ваши очи, потому что вы видите то, чего не видели пророки и цари. И предлагается сравнить с евангельским местом Лука 10 глава 23-24. Можно было бы открыть эти места. «Если ты и свободен, если и ты апостол, но не совершил никакого дела апостольского, что из этого? Ибо Иуда был апостол и видел Господа». То есть этого недостаточно. Видеть Господа, ходить рядом с Ним. Луки 10 глава 23-24 стих. «И обратившись к ученикам, сказал им особо, «Блаженны очи, видящие то, что вы видите. Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». Если ты свободен, если ты апостол, но не совершил никакого дела апостольского, что из этого? Ибо Иуда был апостол и видел Господа. Поэтому говорит, «Вы мое дело, значит, я исполнил служение апостола». Но сказав «важное», прибавил «в Господе». То есть исполнил силою не своей, но Господней. Это говорит еще раз о скромности апостола Павла в то же время. Хотя он и хвалится не только своими немощами, но и тем, что вы есть мое апостольство, подтверждение моего апостольства, вы есть. Потому что он родил в муках рождения, каждый раз говорил об этом, что я снова в муках рождения, доколе от вас не отобразится образ Христа. Так и мы тоже рождены через муки рождения, чтобы в нас отобразился образ Христа. Дай Бог, чтобы мы этот образ не помутняли своими грехами, соблазнами, своими соблазнениями или соблазнами кому-либо это ни немощным братьям и сестрам. У кого есть вопросы, размышления по этому стиху, по этому стиху, три вопроса, о которых мы уже так рассуждали и прочитали толкование Филакта Болгарского. Есть у вас что? Говорите. Я утреннее собрание как бы пройду. А вот если мы религиозно талантливые, то наверное в этом и заключается, чтобы Слово Божие перенести, так говорится, экстраполяция событий на сегодняшний день. А иначе голова как земной шар, а сердце как песчинка. Вот апостола Павла письмо получили. Никто же не открывал Новый Завет, его не было просто. Обыкновенное письмо. И он здесь утверждает свой авторитет. Он больше ничего здесь не делает. Не видел я, не знаю, с чем я хуже, то другое. И вот теперь преемники у апостолов наши, епископы наши, это преемники апостолов. Но апостольского там еще нет. А за слово преемники они вот так держат. Я сейчас в интернете выставил последний Ивумен, кажется, или там Яромонах Новосибирский. Как они строились, с каким трудом, буквально на своих костях. Ничего нету, достань. Котлован вырыли, подстрой теперь. Ни денег, ничего нету. И как только он построил с народом-то. Активеси сейчас раз на другое место. Здесь делает, что хочет. Ставит своих там с Украины привезенные, которая его. И дальше идет. И сделать еще нельзя. Он подробно все описывает. Какое состояние. Власти никакой нет у народа. Старост вот у нас сейчас избранный через год собрание. Он епископ подним расширком. Мне это не надо убрать, я кого хочу, этого поставлю. То есть узурпировали власть. Апостолы же так не делали. А они апостольские преемники. Вот это апостольское послание. Я его тогда признал, просто как от знакомого брата Павла пришло. Но ссылаться на каждое слово до буковки смотрят, у меня и мысли не было. Почему? Это не канон. Сегодня это канон. Я смотрю в каком слове. разве мы не можем так? Ну хорошо, ты можешь. А присвитер, можешь эти слова сегодня сказать епископу? Не винил я Господа? Ну что ты передо мной возносишься? Да кто ты такой, когда на всех иконах епископы в ад их тащат туда цепями? Ну посмотри на иконы-то. Кто первый-то идут туда-то? А он кощеврыжится, он на себя гнет такую фигуру, а там ничего нету. Я ему правил да все это правил все это давно устарели уже канун. Я говорю Стиленский собор. Ты как маленький ребенок? Да кто сегодня это исполняет? Что должен перед ним? Горбатиться теперь или обличить его? Не видел я Господа? Не чувствую ли его в себе? Мы местами можем поменять все с ним. Как об этом Сергий Строгородский говорит. В особо трудные времена Бог воздвигает людей, которые никакой харизмы не облечены никакого сана нет. И заново восстанавливает падшую скинию. Вот повернуть это сейчас мы можем или нет? Или только это к апостолам и замерло? Апостол авторитет утвержденный. Ну просчитали запомнили дальше это. А ты сегодня посмотри на его преемников что они вытворяют. Вот Георгий Титов и в общем отошла здесь из патриархии. Только поэтому который сам был принят они теперь епископы узурпировали власть. Это собор должен решать а они какой архиерейский собор. Это в уставе нету даже в московском неделе. Это они сами взяли. Архиереи что они собрались решают. А где народ где священники где дьяконы где архимандриты никого нигде нету. А там избранная кучка может быть голубой лобби все решает. мы столько труда положили здесь он пришел епископ ну и что теперь власть она это власти не было три года назад а сегодня она есть да какая власть от бога которая три года назад была или которая сегодня с какого времени стали эти архиерейские соборы они всегда были но ему определенное место назначено вершиной всего считается полное собрание когда церковь собирается архиерейский собор временами собирается как церковно-приходской совет у нас подчинен общему собранию церковно-приходской совет не может старосту выбрать ну там какие другие вопросы там уставе написано они устав попрали и тогда Георгий ты его стал Георгий это прав на сто процентов и они убрать его они там заперлись храмы там что начали отдельно сейчас собираются вопросов нет они тогда лютуют они не ожидали этого а остальное ну никакого счастья нет тебе дано право свечки ставить ставь исповедайся причастись и вали домой вся твоя миссия окончена народ им не нужен совершенно им нужен народ только для антуража чтобы не скучно было совершать богослужение вот эти слова сегодня если так называемая экстраполяция перенести на сегодняшний день будьте региозно талантливы я хочу чтобы эти слова жили заговорили сегодня он говорит Павел поминайте наставников ваших не сказал архиерея поминайте они только монахов их канонизируют и канонахов которые проповедовали ни один монах не проповедует чего вы их канонизируете и взирая на конщину жизни а какая конщина он сидел такой такой и умер кого канонизируете Павел говорит поминайте а как поминать то я могу простой пример я говорю тебя как звать а ты что не знаешь что ли Алексей ну ладно Алексей идем и как раз день Алексея Божий человека я говорю это твой святой да подражайте им ты подражать можешь ему а как я сам должен решать это твой святой я свое ему подражаю а ты ну а как я могу подражать в окно вылезти и жену бросить это первое один а у меня зять Алексей Алексей я говорю ты знаешь жития нет он ее в брачную ночь бросил она верующая он женился повещался ей теперь никуда нельзя мать-отец верующая а он ночью удрал и все с твоей дочерью так да ты что да я бы его своими руками задушил да ты же его канонизировал кого душить то да как это моя дочь и она не может выйти замуж она сидела всю жизнь около окна и плакала а он сидел там а ему помои на голову лили ну считайте жития Алексея Божьего человека я не придумаю ни одного слова кого вы канонизируете это не антиевангельский это садист садист самый настоящий мать с горя убивалась а полуживая в окно так осмотрела где мой сынок а он в конуре рядом живет его никто не узнает как он себя истощил но не в нем дело это было учение уже такое учение оно заблагоухает после смерти когда он умрет от трупа его от телес его от мощей его благоухание пойдет сатана напустит таких духом что с места не свинешься по ним любую парикмахерскую сколько там надушили а настоящий запах то был там где женщина надушина пройдет там полдена святой водой крапить это зловонная жижа вылетая от нее я был водой келли такой женщина прорвалась там к нему спросить он ее как туранул оттуда и говорит целый день скажу не могу запах никак выпить какой от нее зловонный вот просчитали одно место будьте религиозно талантливы перенесите на сегодняшний день как оно будет кого упоминать не видел я Господу скажите я говорю я видел его Павел как увидел так я его внутрь принял еще больше если Господь позволит еще быть венсплосе на том месте я склонюсь где первый раз повернусь туда где я молился первая молитва была все заснимем да благословит Господь вот что здесь надо повторяю это слово и буду очень часто повторять быть религиозно талантливым талантливым то есть кто изничтоженного изничтожен полезное сделай как мои уста награда какая ты будешь говорить как будто я тебе все вложил в уста твои а всего ничего изничтоженного здесь полезное вот из этого маленького слова Павла оно канонизировано но он сказал кому подражать здесь он видите образ наш сегодня еще этого не знает всех буквально избили а вы что о себе рассказываете не вопрос не ко мне к Павлу зачем он о себе рассказывает он восхваляет себя меня то кто знает я сказал два человека и все его то знает 2000 лет и везде хвалится и хвалится я больше всех потрудился не больше только непрерывно он говорит слово я я я я на каждом шагу по-другому нельзя люди умерли он оживляет их этим я из такой же плоти из такой же крови и я это делаю почему вы это не делаете примером увлечь старается почему Варфоломей это не написал не знаю но Павел это написал а мы должны это теперь перенести на себя и точно так же прожить конечно я другой масштаб ну я должен как солнце в капельке воды отображается маленькая там тоже но я должен точно так же отобразить чтобы не стыдно было ну еще в школе изучали Николай Островский говорит жизнь нужно прожить так чтобы не было мучительно года больно за бесцельно прожитые годы чтобы умирая смог сказать и что дальше вся жизнь и все было отдано борьбе за освобождение рабочего класса за освобождение людей от греха так это атеист говорит я изничтоженно извлекаю полезное и Бог сделает как мои уста в первую очередь я должен ему показать Господи я стараюсь изничтоженного из высказан Николая Островского коммуниста парализованного которое к осенению шло я нашел в нему столько полезного как закалялась сталь на нем воспитывались вьетнамские борцы всюду и везде во всем мире потому что книга переведена была почему он был одержим этой идеей он дальше ничего не видел но он старался перенеси это теперь на духовную сторону пусть сегодня это епископы скажут разве не имеем власти иметь жену они просто не имеют и право апостол имеет право они не имеют и заключили все под мертвое монашество они семейной жизни вообще не знают а если знают только с отритательной стороны он эту жену которая была уже упек а теперь пришел сюда сейчас показывает какое у него у священника состояние и он прям лежит в больнице и сам все рассказывает и главное пораженные были милиция он дал знак что обворовали да дома у меня было за плод 15 что ли миллионов там рублей дома миллиона да как это так а машин сколько там машин там 4 кажется самая современная каждая больше миллиона три дома это квартира одна в Москве там все только нет это священник и это все он лежит и открыто все рассказывает как я могу сказать когда люди говорят это мне разницы нет никакой я только говорю ну слова-то остались целые подражайте мне у Павла ничего не было когда он говорит принесите филонь это сегодня филонь это одежда в Турковном а тогда он так плащ плащ забыл где-то был там или жарко было еще больше не было у меня сейчас два брата было программиста у меня поставили новую программу братья Виктор и Алексей покупают все я говорю вы купили и поставили я знаю вы жертвенные купил компьютер видите там сколько они денег я внутри себя не могу сейчас придется все перестать компьютер принтер туда сюда и опять а мы новый купим он новый еще компьютер ну сейчас новая программа его не принимать купить новый ужас какой ну люди на этом настаивают люди-то просят чтобы у вас была техника не могу вы не можете об вас для людей потому что техника она же растет это для людей это для людей не для вас это для больше пользы на весь мир я там внутри меня я не могу это шужие деньги но это не для вас куплено а для людей я хожу чуть не падаю перед ним это практически для всех И это все им объясняю, им объясняю, ну сделайте как-нибудь, провод протяните, нельзя, провод только вот такой вот, больше нельзя к принтеру, теперь принтер туда, гляжу, разговариваю, еще разговаривайте, да новый сегодня купим, сейчас обои приедут опять, вот купили колонки, там тысячи стоят, они не нужны, наушники, да они немного стоят, там несколько десяток, купили, узнал, 900 рублей, они мне не нужны совсем, мне нужен только микрофон, а микрофон хорошо говорил, они стараются лучше, я все принимаю, но ты, глянь, кто перед тобой, я по-другому жил, я не могу это взять, они не спрашивают, закрой глаза, открой глаза, стоит, в село уехал, и работает лучше, конечно, я 12 сегодня написал пунктов, которые нет, видите, все неправы, это люди все просят, поставьте себе, все ждут, когда он поставит хорошего, я бы ушел с компьютера, больше ни разу не подошел, как бы не эти люди, о которых говорите. Речь-то идет не о вашей пользе, не о вашей выгоде, а о выгоде всех людей, с которыми вы общаетесь, на весь мир, и к этому нужно, это же понять, а если понять, значит, нужно себя переломить. У меня мутое тяжело. Надо перешагнуть через это, это не для вас. Ладно, считайте. Вы любите брата своего, позвольте ему слушать вас в хорошем изображении, видеть вас. Крыша не может быть дороже дома. Это не для вас. Игнат Тихонович, может на лошадях поедем? Ладно, давай. На лошадиных силах, брат. У тебя понятно, из-за чего я сказал это? Перенести сегодня, кто это может сказать? Может ли это сказать священник, что он говорит? Сказать епископу. Не апостол Павел для нас, для мирян. А вот эти же слова все точно должен сказать епископу, чтобы осадить его, посадить на место. Чтобы не изюль первым. Священник, кто? Да там, говорит, три священника. Приходит и говорит, вы уволены. Как уволены? А вы против меня говорили. Так мы же правильно говорили. Чтоб я больше этого не слышал. Пошли вон отсюда. Он разговаривает с ними, как мальчишки. Они совершенно бесправные. Я говорю, мне один священник нахвалит, у нас епископ, это такой хороший. Но я боюсь выступить. Если сейчас не так он узнает, он меня с ребятишками на улицу выбросит с ребятишками. Среди зимы. Какой хороший епископ. Одно то, что ты о нем так думаешь, разве ты не говоришь, что он дал повод, потому что ты узурпатор. Тиран. Причем это не об одном говорят так. А другой? А другой я не могу, у меня жена в церкви работает, если его узнают. А я на мирском предприятии. Они там меня добивать будут, чтобы мне хорошую работу отнимут. Они преследуют до конца всех, чтобы уничтожить. Это выродки. Беревско-сталинской пробирки. Против, сказать там никак. И поэтому Бог насылает на них эту кару. И она где-то совсем рядом. Они пойдут под нож, выжжены будут. Бог говорит, я решил убить тебя. Потому что ты согрешил и не принимаешь обречения. От кого обречение это? Для меня обречение? От псевдоправославной. Дворки найдет слова. А вы-то веру в православную потоптали. Совершенно изгадили. Я ему правила не признаю. Я ему правила, он смеется в ответ. Я говорю, златоуст. Он мне священник говорит, ну что златоуст, что это священное писание? А сам писание это в руках не держит. И в этой невыносимейшей обстановке я должен работать. Я могу сказать, что то, что мы делаем, никто никогда не делал. 50 лет я с людьми работаю, всех на одного толкаю в московскую патриархию, и они больше всего меня убивают. Это вообще нельзя придумать даже. Это даже не дурь никакая, ничего, а это бесовщина какая-то. Следующий стих. Второй стих. Первое послание апостола Павла Коринфянам, 9 глава. Если для других я не апостол, то для вас апостол. Ибо печать моего апостольства вы в Господе. Толкование. Не говорю, что я учитель всей вселенной. Но вам разве я не учитель? Почему же я не брал ничего от вас, с которых взять имел особое право? Через такую уступку еще более подтверждает речь свою. Выделено. Ибо печать моего апостольства вы в Господе. То есть доказательство. Если кто пожелает убедиться, точно ли я апостол, я укажу на вас. Вы составляете печать и подтверждение моего апостольства. Ибо я совершил между вами все, что должен сделать апостол. Вот этот нижний дырку. Это лучшее решение. Это лучшее решение. Вот это он уже прочитал. Я опять хочется все растолковать. Давайте. На сегодняшний день. Талантливо. Религиозно-талантливо. Религиозно-талантливо сейчас. Да. Вы составляете печать и подтверждаете подтверждение моего апостольства. Все, достаточно. У меня печать, я могу любой документ заверить. А печати нет. Бумага, говорит, все терпит. А печать уже все смотрят на печати. Хотя и печать можно подделать. Наверху написан адрес отдела юстиции краевого. Оттуда звонят с района. И сразу им ответили. Никакие не ядовисти. Это, говорит, православная церковь. Истина эти. В ребрихе-то и сели. Это было у нас уже. Так вот. Каждое слово Писания, оно должно войти в нас. Ты это просчитал. Покажи твою печать. Печать это только обращенные, неприведенные. Не переманутые. Не перетянутые. А именно возродились. Получили крещение. Рождение свыше. Пришли. И покажи. А если этого нет, нету. Буду работать на этом. Это Бог удаст. Мы это стараемся делать. Просчитал это. И вот этой печати теперь. Добивайся у Господа. Господи, я так хочу эту печать иметь. А как? Дома не будет. Или покоя. Везде работай. В первую очередь, работай над своей женой. Работай над своим мужем. Работай над своими детьми. Внуками работай. Это будет твоя печать. Вот у баптистов хорошее песнопение. Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти. Хоть одну хотел бы душу, сноп один в руках нести. Это говорит человек, который понимает цену этому снопу. Православные не знают. Свечка и дальше готов умереть. Да я покажу. Да мы православные. Это ты можешь показать. Свой майдаун можешь устроить. А дальше-то ничего и нет. Златоуз говорит, чтобы обратить душу, нужны тысячи талантов. Ни один, ни два. А крестить, говорит, ни одного не надо таланта. Лишь бы был священник и не запрещенный. Вот это просчитал один раз. И теперь всю жизнь на это положу. Для этого одного дня не хватит. А как? Откуда я знаю? Ответ только у Бога. Люди даже не понимают. Ну вы молились. Я не просто молюсь. Я прошу у Бога. Принять хвалу мою. Благодарение за суды правды его. Вот я совсем не слышу. Я благодарю Бога. Понимаешь? Я благодарю. Со своей стороны я не пренебрегаю врачом. Он у меня рядом. Даже напрашиваясь меня. Проверьте еще раз. Техосмотр проведите. А дальше будет видно. Вот это. Понимаешь, нет? Это как мандат, который ты с ним являешься. Посмотреть. Это талант твой. Это выгрыщец или ты зарытый его принесешь. А никого нет. Кого-то пришито. Я смотрю. 12 человек опять. 12. Тоже помните. Когда я вел занятия в университете, у нас все время пребывали люди. Пребывали. Занятия. Я тогда стал объявлять. Комната небольшая. Там человек 120 умещается в аудитории. Я сказал, сейчас люди приходят. Свои выходите в коридор. А те, которые впервые придут, чтобы они могли здесь сидеть. Вот какое положение было. И патриархия меня оккупировала со всех сторон. Они к начальникам шли в органы, чтобы меня оттуда вышибли. Это разбойники. И в этой невыносимой обстановке я должен был работать, трудиться. Наша община, она уменьшается. Она исчезнет. Мы показали пример. Павел говорит, как римская церковь, римская там, которая-то. Это все другие остальные. Других обобщений в церкви нет. Покажите, где Ладийский. Где Филадельфийская. Филадельфий-то не в Америке же. Ничего нету. Пустые. У Пахомия 11 тысяч монахов. Даже камней не осталось нигде. Все, пыль занесло. Еще удивляться. Странно исчезает. Где хеты. Где хамурапи. Где инки. Но вы должны показать. Я положил все. Знаю, Виктор. О, забота. Видел, дом открытый. Это настоящая дверь. Это есть, Володя, направь туда объектив. Это есть рассказы такие дагестанские. Встретились как-то два товарища. Он говорит, как, да нормально так, говорит, дом построил, поженился. Приходи в гости. Он пришел, а его дома нет. А жена-то не такая. Он говорит, муж дома. Нет его. А что вам надо? Да нет, я пришел, хотел поговорить-то. Ходит тут кому не надо-то. Он на работе работает. Едва живой приходит с работы. Он в две смены работает. Он еще не говорит. Но я попозже обещал. Позже нехон. Он приходит только, моется и сразу спать ложится. Жена ему сказала, приходил какой-то мужик. Да это друг мой приходил. Ну что, что друг? Да ты его не пригласила, нет? Встретили снова другого мужа. Ты у меня был, видел? Видел, говорю, дом хорошего тебя. Но дверь у тебя не важна. Я думаю, тебе дверь придется менять. Она его не запустила в ограду. Он про дверь говорит. Мужик пришел с работы со всех сторон. Дверь осмотрел. Бабу стал подробно расспрашивать. И тогда он понял, что. Встретились. Он говорит, приходи, у меня дверь теперь очень хорошая. Тут дверь снял. В петель. Вот и все. Вот она прошла мимо. Увидала, что у меня заперта. А я пришел, ей дал сигнал. У тебя не запертая дверь. Побежала, она запирать. Пошла там уже. У меня другие. Видите, сейчас Алексей обещал приехать. Они не доделали. Ну что, плохо ли там? Теща стала. Повезли домой. А был бы не связан один. Ну, поехал. Давай. Следующий стих. Третий. Вот мое защищение против осуждающих меня. Такой короткий стих. Ну да, вот я могу сказать на каждом шагу. Вот они обвиняют. Я не православный. Там заходит какой. Я не православный. Ну да, нет. Но моего не православия хватает, чтобы сектанты стали православными батюшками. Знаешь? Ну, знаю. А ты православный. Конечно. Макдок пришел. Откуда у него там пьяницы? А почему через меня батюшка есть? Он не понимает. У него ничего нет. Моя печать, вот она. И против осуждающих меня я конкретно ссылаюсь на людей. Вот люди. У меня недавно один враг такой прям кипит против меня ищет. А потом и говорит. Конечно. Вот они собираются там, попивают. И все меня долбят. Долбят. И, конечно, собрать общего. Мы тут рассуждали. Это не по силу человека. Понимаете, что это невозможно. Разный характер. Просто проходной двор, без дисциплины, без всего, без канонов церковных, то можем. Но чтобы как одна душа люди жили. Вот этот вот стих. Мы начинали первый стих. И вот теперь он говорит. Вот мое защищение. Вот мое защищение. То есть он нуждался в этой защите-то. А почему он нуждался? Вот как раз это с того вопроса, с которым мы начали. Вот где. Открыто так. Что он действительно защищался. А почему он защищался? Да потому что он вот так вот глаза в глаза со Христом не встречался. Он только в духе. Он имел духа Господня, который его послал. А его обвиняли, что ты не апостол. Потому что ты не ходил с апостолами-то. И ему пришлось защищаться. Да не апостол ли я? И он говорит, почему он апостол-то. Потому что он в духе. Послушаем, что говорит Теофилакт Болгарский. Желающим знать то, откуда видно, что я апостол, я предложу свою защиту вас. Ибо доказав, что вы всему научены, выделено жеремным шрифтом, всему научены мной, я поражу осуждающих меня. И тут ремарка иглы. На суде Божьем спасенные через евангельскую проповедь будут живыми свидетелями того, кому за них принадлежит похвала, за их спасение. И тот, через кого они обратились ко Христу, может смело сказать, вы всему научены мной. Так, у нас тут в самом начале было, так сказать, разногласия в том, видел ли все-таки апостол Павел Иисуса Христа или не видел. Не, ну разногласия какой, Виктор Андреевич. Так, подождите, Игорь Николаевич отвечает, Нина Александровна. Он прямо говорит, не видел ли я. Ответ, в ответы даже искать не надо. Не видел ли я. То есть, это вопрос настолько риторически уже был протоптан, на него определенная щетка можно было сказать. А доказательств? Доказательств никаких. Рядом люди видели свет. Больше ничего. Никто они не видели, а он видел. Это не разногласия, Виктор Андреевич. Я просто не понял, что это. Дальше едет на корабле, когда я говорю, ночью явился мне Господь. Явился мне Господь и сказал, всех я тебе дарю. Погибнет только корабль. Явился мне Господь. Все. Видел на сто процентов. И ему явился, явился при пути в Дамаск. Если с вами он беседовал со всеми вместе, то со мной с одним беседовал. И кроме того, я ушел в Аравию. Сколько он там был? Две недели, два месяца, два года, никто не знает. Но это было, конечно, не один день. И, конечно, он был с Господом. Он всегда с ним был. Если монахи, которые в уединении молились, являлся Господь, неужели мы можем предположить, что апостол Павел меньше был угоден Господу? То есть, этот вопрос не вызывает никаких сомнений. Видел. И все. Данина Александровна. Я еще раз хочу привести пример на прослушную проповедь. Рассказывает вот этот монах Иаким Пара. Иаким Пара. Пара. Иаким Пара. Не видели в интернете? У меня стоят ролики, я его давно давно... Вот она о нем говорит. Я вот сейчас хочу оттуда прийти. Кажется, что... Об образовании общего он там толкует, приехал. И вот он рассказывает, говорит, однажды я... Я, говорит, много трудился и настолько был утомлен, что вовремя не проснулся. А был будильник поставлен. Я даже не услышал будильника. И когда я услышал уже звон колоколов, то есть уже все началось, а без него он проспал. И он в таком... Он подскочил, скорее начал суетиться одеваться, чтобы скорее бежать. И я, говорит, услышал. Говорит, Господь ему говорит, я здесь. То есть Господь всегда при нем. Я здесь. Куда ты бежишь, торопишься? Я здесь. Вот так вот. Господь всегда пребывает со своим. Он говорит, я прямо верну услышал. Господь говорит, я здесь. Ну так какое защищение апостола Павла? Кто он апостол? Вы в Господь. Вы в печаль. Мы в Господе, если пребываем в Господе. В Духе Святом. В Духе Святом. Четвертый стих. Или мы не имеем власти иметь и пить. Или мы не имеем власти есть и пить. Такой короткий опять стих четвертый. То есть взяв нужное с учеников. Но мы не пользуемся этой властью, хотя мы и имеем ее. Ну мы уже говорили о том, что апостол Павел жил за то, что трудился сам, шил палатки. И говорил об этом неоднократно, что он имеет право, но лучше предпочитает жить за свой счет. За то, что он трудится сам. И пятый стих. Или не имеем власти иметь спутницу и сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни и Кифа. Толкование. За апостолами следовали богатые женщины, которые доставляли им необходимое и всю заботу об этом принимали на себя, чтобы они занимались только проповедью. Выделено только проповедью. Примечай, что Верховного он поставил после, как важнейшего выражая такую мысль. Что мне говорить о прочих? Сам Петр так делает. Братьями же Господними называют Иакова, епископа Иерусалимского, Иосию, Симона и Иуду. Матфея 13, 55. Которые назывались братьями Господа, потому что Иосиф обручен был с Богородицей. Ну вот уже сейчас говорил Игнат Тихонович о том, что апостолы, нынешние епископы, они вот изменили все. Вот эти слова практически это антиевангельское направление. Что теперь епископы должны быть безбрачными. А апостол Павел говорит, а разве мы не имеем права иметь смутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы, как и апостол Петр. А кто еще женат был из епископов? Кто из апостолов? Кроме Петра, кто был женат еще? Не знаю. Были или не были? Не знаю. Да тут прямо говорится, проще апостолов. Ну проще. Значит были. Количество не указано, но были. А Петр это отдельно. Ну да. Сегодня скоро идет, давным-давно уже, не в этом столетии, что Павел был женатый. Павел был разведенный просто. И это мнение доказывается у доктора Мартанцена, епископа Новозеландского. Я вот склонен думать, что он не был женат. Но доказательств никаких на это нет. Он говорит, мы не имеем ли права иметь. Он себя в число тех женатых епископов ставит. Было такое, когда Фекла за ним пошла в его житии говорить. И она прямо ему признается в любви. Он почти женился. Но это жития. Жития это не канон. И чтобы мы к нему стали хуже относиться. А послание апостола Петра считаем, я думаю, о, женатик рукой тут войдет, а мне считать приходится. Даже не думаю. Определенно, знаете, женат был Иоанн. А остальные? Бог один знает. Узурпировали эту власть церковную и монахи. Мертвая стала пытаться оживотворять кого-то. У монашества задача другая. Моно один. Скрыться. Духовно, нравственно совершенствоваться. Молиться за весь мир. Все, что они говорят. Но не поставлена задача монахам идти и проповедовать миру. Они все без печати были. Ни одного не было, где эта печать была. А если такие были, да их селом, как Кирилл и Мефодий. Выковырил там император Михаил. И главное, они съездили, свое дело сделали, опять на рулю в монастырь. Видят такие труды и сеноапостольские. Да, единицы есть, как Николай Японский, Касаткин. Но он из ряда вон выходил. Как бы Николай Японский, мы бы не имели достоверных сведений о том, какое было духовное состояние. Когда пленных стали привозить тысячами и тысячами. И он одного на сотню не может найти, который был бы на злащей берущей. Принял на Японии. Битва в Сусима, там Новикова, Прибоя, там все описывается где. Ничего не знает совершенно. Пушечное мясо для Николая II было. И это все благочестивый, самодержавный, царь и прочее. Но это там не скидывайте с весов. И Бог убрал это все. Убрал. Без боли Божьей этого не было бы. Приварка, иглы опять. Иннокентий. И епископу надо. Он рвется. Жена, дети. Но милостью Божьей пришла болезнь и дети примерили. И жена в отвал. А теперь он епископ. Теперь он их канонизирован. Но главное, что на пути только жена стояла. Ну, такой, как у Иоанна Кронштадтская, его Елисавета. Это уже они жили так, не зная друг друга. И она жила при нем, и все, и другого не было. А у этого-то, то есть, допуска не было. Но Иоанн Кронштадтский не рвался. Епископа. Ему и так хватало славы. Он видел здесь беду. Пошел единственным верным путем. Строить дома презрения в фабрике, чтобы эти бомжи работали. Ремарка иглы. Я думаю, на сегодня уже и закончим это. Сегодня ни один архиерей, ни один священник не может сказать, что они занимаются только проповедью. Не зря здесь выделено было только проповедью, чтобы они занимались. А все остальное должны быть, спутницами жен своих, иметь обеспечение для того, чтобы только занимались этим делом, проповедью. Даже при всем желании, под страшными угрозами, исходящими от Слова Божия, не заниматься ничем иным, выполнить эти слова никому не удастся. Его сразу же объявят еретиком. Если человек надел рясу, ризу, то он должен проворачивать непрерывно крещение мертвецов, отпевание мертвецов, венчание мертвецов. Есть некоторые, имеющие страх Божий, и они хвалятся, что у них служба не сокращается. Они вычитывают все, что у них старинные иконы, что у них и многоточие. Но кто скажет, что у них только проповедь, и они занимаются только проповедью. Идите и проповедуйте по всему миру последние слова, которые Господь сказал, обносясь от земли. Ну а как же без молитвы, без службы-то? Сначала помолиться, потом на службу, а потом уже... А кто говорит, что... А там несколько, но только еще... Чеснок остался. И что? Все, что? Время-то час прошло. Полтора обычно. Все, все? Да. Игнать, тихо, дайте, он там честное чувство. Ну, все, вон, дайте делать. Пожалуйста, пожалуйста. А ты, я тебе отходи, словами, что-то, что-то... Я слова свои не слышу. Да услышите. А тебе, я говорю, что он слышит, Бог слышал. Боже, милостив, буду негрешен. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Вячеславец и грешил, Господи, прости меня, грешен, помилуй. Замолица святых отец наших, Господи Иисусе Христествене Божий, помилуй нас. Аминь. Сарю Небесный, утешитель души истины, и живи с детства, и вся исполняй сокровища благих и жизнеподателю. Приди и вселисованы, и очистены от всяких скверных. Спаси блажи души нашим. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый и крепкий, Святый и бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые посети и ссыли немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яку на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якожей мы оставляем, ложняком нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от мука в огонь. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Господи, слава Тебе за этот воскресный день. Слава Тебе за святых апостолов и святых учителей Церкви Вселенской, которые растолковали нам Священное Писание. Дай нам, Духом Твоим, Святым, истинную ревность, быть послушанней Церкви, исполнять волю Твою, слышать голос Духа Святого. Пошли, добрые жители вселения наши, и укажи на место, где мы должны остановиться в этом путешествии. Пошли все необходимое. И к тому расположи сердца наших, братьев Николая и Виктора, чтобы мы были как единая душа перед Тобою. Утишь и враждующих, поднимающих мятеж, и там да будет воля Твоя святая. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Батюшка Тебя всем поклон передает. Спасибо, Христос. Ты когда можешь, чтобы его свалить? Спасибо, Христос.